А вот о чем писали тогда с фронта своим любимым и близким. Об этом вы узнаете из проекта агентства теленовостей «Письма войны». В этот день, ровно 70 лет назад, советские войска сделали еще несколько уверенных шагов к победе. Пал Кёнигсберг. Практически полностью была освобождена Вена. Шел 1389 день войны. После 20 часов ожесточенных боев пал Кёнигсберг. Около 50 тысяч немцев сдались в плен. В числе пленных почти 2000 офицеров и 4 немецких генерала. Бои за Кёнигсберг длились 5 долгих дней. Гром и свист не прекращаются ни на одну секунду круглыми сутками. И тем не менее, живем, можно сказать, вполне прилично. Питаемся 2-3 раза в сутки горячим. Вот только водку пить я так и не научился. Чувствую отвращение какое-то и больше ничего. В других фронтах успехи Красной Армии значительные. Продолжаются уличные бои в Вене. В Чехословакии нашим войскам удалось занять более 30 населенных пунктов, наступая по северному берегу Дуная. Из уст друзей то и дело слышу проклятие этой бесчеловечной войны. Ужасы, которые я повидал, сполна, и эти впечатления никогда не забуду. Я видел небообразимые горы. Если у меня будет время, напишу это подробнее. До конца войны оставалось 29 дней. Проект агентства теленовостей «Письма войны» каждый день в эфире «Беларусь-1» и «Беларусь-24».